В зале района администрации прошла 67-я сессия Совета муниципального образования Северский район. На встрече депутаты рассмотрели вопросы об утверждении правил землепользования и застройки территории смоленского сельского поселения. О передаче нежилых помещений в безвозмездное пользование в станице Северской. С докладом о внесении изменений в местный бюджет на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов выступила начальник финансового управления Галина Витковская. Это уже четвертый этап мер поддержки. Первый этап использован на компенсацию затрат муниципальных учреждений по уплате налога на имущество в отношении объектов, введенных в эксплуатацию с 1 января 2016 года. В нашем случае последняя школа номер 43-11 Северская. Второй этап это проведение углубленных медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой. Третий этап компенсировал снижение объема дотации по сравнению с 2019 годом в общей сумме 32 млн 575,5 тыс. рублей. И четвертый последний этап, который направлен на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов бюджетов в условиях действия ограничительных мер, снижение деловой активности, переноса сроков уплаты отдельных платежей в отраслях, пострадавших в условиях коронавирусной инфекции. Эта сессия завершающая для депутатского корпуса 5-го созыва. Глава района Адам Джарим подвел итоги проделанной совместной работы и поблагодарил народных избранников. Да, мы можем спорить здесь, в чем-то соглашаться, не соглашаться, но все равно всегда результатом нашего труда являлись те решения, которые были приняты во благо жителей нашего района. Те социальные обязательства, которые мы на себя брали, всегда были исполнены. Поэтому огромное спасибо каждому из вас. У вас семьи, у вас дети, у вас внуки. Мне хочется, чтобы в ваших домах всегда царил уют, достаток, тепло, благополучие. С 11 по 13 сентября в районе состоятся выборы депутатов Совета муниципального образования «Северский район» 6-го созыва.